колонна один из древнейших городов подмосковья годы его основания 1140 1160 колонна была любимым городом дмитрия донского и являлась центром православной руси сейчас колонна это эдакий взрывной микс состоящий из зданий как в стиле хай-тек так и тех что до сих пор отдают советским духом а где-то даже и купеческим и определенно колонна это тот город который славится своими сладостями пастилой медом за вкусняшками приготовленными под дореволюционным рецептом отправляйтесь в кондитерский магазин при музейной фабрике коломенская пастила если же вы хотите привести своим близким мед в качестве сувенира то загляните в магазины марки золотой улей а в музее калачная на улице зайцево можно попробовать еще одно русское лакомство калачи в общем как вы уже поняли город этот рай для сладкоежек но если вы хотите по максимуму ощутить себя на территории руси ты не забудьте про рестораны с национальной русской кухней и соответствующими названиями берлога яр барин наш добрый молодец вот рядом пепси поставили бы квас бочку медовуху ну не пепси же конечно в достопримечательности маст си в коломне можно включить коломенский кремль и парк мира также как и московский коломенский кремль был построен по задумке итальянских архитекторов но в какой-то момент кремль обветшал и его стены буквально частично растащили по кирпича и в наши дни смогли сохраниться только 7 башен из 17 и 2 участка крепостной стены каждая из башен имеет свою легенду например башня с названием маринкина была так названа потому что по одной из версий в ней была заточена марином нишек известная смутьянка где она и скончалась парк мира привлекает не только своим внешним обликом но и своей историей он был основан послевоенное время и в его создании участвовал весь город жители всех возрастов и представители всевозможных профессий сажали деревья делали клумбы в парке находится самый высокий в коломне фонтан струи которого достигают высоты почти девятиэтажного дома а диаметр его чаши более 35 метров согласно древним летописям коломна существует с 1177 года и тогда в этом месте находилась крепость и в этом месте была граница между владимира суздальским княжеством и рязанским княжеством коломну в те времена завоевал рязанский князь и он собирал дань с этого места ну все как как и везде захватил в денежки давайте сюда в 1301 году коломна была присоединена к московскому княжеству и коломна стала первым городом на руси присоединенная к москве с тех пор собственно говоря и началось усиление коломны потому что коломна это была защитная крепость на юге москвы здесь постоянно находился наместник от великого московского князя колонну хорошо посещать всей семьей тут масса развлечений для детей и их родителей музей города не бывают скучными за счет проведения в них театрализованных экскурсий по территории кремля можно прокатиться на повозке с обреженной лошадьми а в музее школа ремесел вы сможете принять участие не только в интерактивных экскурсиях но и в мастер-классах и научиться чему-то новому рядом с кузнечной слободой находится музей игрушки где с игрушками можно даже поиграть есть городе также места которые придутся по душе ценителям литературы особенно творчество куприна написавшего свой знаменитый гранатовый браслет это дом его сестры где он и написал несколько произведений здание сохранилось почти в неизменном виде виде пока вам расскажу про налоги немножко вот сейчас мы платим 13 процентов налога и когда была татаро-монгольская ига ну давайте сейчас не говорить было она не было кто-то сейчас как бы скажет не было татаро-монгольского кто-то скажет было ну будем говорить так что большее количество источников говорит то что было ну татаро-монголы это уже такое название ну я не совсем с ним согласен правильно монголы значит когда была татаро-монгольская ига все кто были под до их гнетом да скажем так все платили дань знаете сколько было дань тогда ну по некоторым данным четыре процента по некоторым данным там чуть больше ну грубо говоря до десяти процентов они платили дать то есть по факту завоеванные территории платили меньше дани чем сейчас у нас налоги так вот с одной стороны до завоеванные территории до должны платить дань с другой стороны это дань было меньше чем сейчас у нас налоговое бремя с другой стороны как бы одни говорят да что татаро-монгольское нашествие за все это время развитие руси было откинуто на 200 лет с одной стороны с другой стороны другие источники говорят что в те времена княжества воевали между собой постоянно разворовывали все и разрушали а когда пришли татаро-монголы то все вот эти вот внутренние усобицы прекратились и с другой стороны до было татаро-монгольская ига но отсутствовали внутренние войны и междоусобицы то есть другой стороны в некотором плане это могло как бы и положительно влиять я не берусь судить да там что хорошо что плохо я не историк я лишь делюсь информацией которую я нахожу и получаю из разных источников если у вас есть свое мнение на этот счет пишите его будет интересно почитать каждый город имеет какие-то необычные места для посещения которые найдешь далеко не в каждом путеводители и даже такой небольшой город как коломна не исключение музей резиденция арт коммуналка ерофеев и другие на улице октябрьской революции в доме 205 вы попадете в атмосферу коммуналки коломны из шестидесятых здесь есть кухня где вы можете попробовать советские блюда название которых остались неизменными с пятидесятых шестидесятых годов а на первом этаже здания жил писатель венедикт ерофеев известны своей поэмой москва петушки комплекс деревянных горок и качелей возведенные в 2008 году для проекта ледяной город приуроченному к проведению чемпионата европы по конькобежному спорту если вам понравилось данное видео не забудьте поставить лайк и написать комментарий это помогает каналу в развитии если же вы на моем канале впервые то обязательно подписывайтесь чтобы увидеть мои новые видео